Друзья, всем большой привет, сегодня будет такой видеоролик простенький про филаменты, именно филаменты, филаменты, филаменты. Главный позыв данного видеоролика для того, чтобы вы не тратили деньги на всякую чушь, либо, как такое слово интересное, чепуху, да? Услышал недавно на автобусе, что я хотел оскорбить кого-то очень сильно и сказал, что это чепуха. Так вот, позыв к чему идет? К тому, что очень часто слышал от каких-то там блогеров, что вот этот вот пластик, это супер пластик, супер офигенный пластик, который прям, ну прям вот стоит прям покупать, потому что он супер мощный, супер прочный, там супер эффективный. На самом деле нет, это, так сказать, тот пластик единственный, который я сейчас приобрел, в надежде, что он будет прям в действительности идеальный, и он печатает не лучше других говняных пластиков. То есть, обещали, что вот этот Ateco, именно Ultran M20, он прям будет, ну прям гениальный. Кстати, снизу лежит у нас пластик от компании PolyMate, он у нас сейчас там сушится вот здесь, в этой коробке, то есть, с этим проблем нет абсолютно. Уверен, что будет печатать хорошо, потому что здесь находится у нас именно PA12CF PolyMate, пластик PolyMate для 3D-печатки. Ну, собственно, вся необходимая информация здесь написана, здесь тоже, в принципе, написано, но как-то так вот все зашифровано, именно в аббревиатуре. Вот это вот название, то есть, это идет PolyMate 6, сколько раз слышал, что PolyMate 6 никогда нормально не печатает, не печатает, это всегда танцы с бубнами. PolyMate 12, с ним проблем не возникает, поэтому у меня таких катушек было 3, вот, я все-таки надеялся, что я его плохо сушил, у меня сейчас он стоял вот в той сушилке почти неделю, ничего не изменилось, то есть, главная загвоздка в чем? Первое, это прилипание к столу, оно отвратительно сейчас у нас там печатается, вот он с горем пополам приклеился, опять же, клеем мы его к стеклу на ультрабазе, на стекло на ультрабазе, на стекло на ультрабазе у нас идет просто как основание, не более. Клеим вот такой клей, опять же, по клеям, если мы вкратце пробежимся, то клея я разного понабирал, сейчас у нас в основном на клее никто не пишет, что это PvP клей, то есть, все эти клеи продаются просто на основании типа вот клей-карандаш, и по ценообразованиям, ребят, не покупайте никогда в жизни, в Ашанах, в Океях, в других супермаркетах, есть специализированные магазинчики, которые торгуют именно канцелярией оптом, то есть, вот такие вот тюбики весом в 36 грамм стоят примерно 50 рублей. Аналогичный тюбик типа вот такого вот карандаша, вот этот, кстати, я покупал гамма, я его брал в Океи, 21 грамм стоит 100 рублей. То есть, ценник фантастический, меньше весом 8 граммовки, типа там, какой-то там Эрих Краузен тот же самый, допустим, условно берем, он стоит тоже 100 рублей, это очень дорого. А эти все клеи были куплены в одном магазине в канцелярском, цена таких клеев составляла в среднем от 36 до 50 рублей максимум, и все тюбики очень большие, с большим объемом. То есть, какой-то из клеев типа Став, по-моему, печатает точно не PVP, то есть, он клеит не PVP, и, соответственно, за собой потом оставляет куча пленочки. Здесь эти все клеи печатают, то есть, ну, как печатают, клеятся хорошо, проблем с ним нет, смываются так же хорошо со стола водичкой, без проблем. Да, наверное, первый фактор это приклеивание к столу, то есть, если у нас что-то пошло не так с пластиком, плохо клеится к столу, соответственно, мы начнем разбираться, что за херня. Маты вы не любите, но, к сожалению, без матов здесь никак. Вот это вот именно ультран от Атека клеится отвратительно, то есть, должен быть идеально чистый ровный стол с идеально ровно нанесенным клеем, то есть, соответственно, стол должен быть помытый, стол должен быть чистый, обязательно, чтобы камера прогрета обязательно, без этого никак. Температура, опять же, стола у нас сейчас идет 110, сопло 280, на 290 начинает срать, на 270 начинает тоже вести себя неадекватно. И это мне говорят, что, ну, ты плохо его просушил, ребят, сушил очень хорошо, очень долго, сейчас начнут мне писать, типа, не той сушилкой сушил, короче говоря, если это такой геморрый материал, то смысла в нем особо и нету, есть другие материалы, примерно чуть-чуть дороже, чуть-чуть саму малость. Которые, в принципе, будут печататься гораздо лучше, с меньшими заморочками. По прочности ничего пока не скажу, пока мы не сломаем вот эту вот детальку, вот этот вот хомут, пока мы его не испортим, мы не узнаем, на самом деле, прочность, потому что аналоги, те же самые ПА-12, печатаются вроде бы неплохо и держатся вроде бы неплохо. Но здесь у нас, в внутренней части, находится очень теперь много мусора, который надо чистить, а это трата времени и человеческого ресурса. Если это буду делать я, это будет стоить дорого, потому что у меня есть оборудование, которое надо запускать, которому надо работать постоянно, а заниматься чисткой изделия, вот это вот говна, все это дело срезать здесь, ну, мне прям не стоит. То есть здесь еще снялось нормально вроде бы, а вот внутренняя часть 100% придется нам срезать ее, потому что она срона очень сильная. Та же самая история здесь, прилипание к столу было очень жестким и вот этот вот первый слой здесь, края все засорваны, все потом склеилось между собой, потому что стояло очень плотно. Я опять же уверен, что сейчас будет геймор с поддержками кто-то выдергивать, поэтому еще раз повторюсь, больше никогда покупать это дрянь я не буду, прям 100%, кто бы там как-то не говорил, что там хороший материал, там не хороший материал, нет. Еще у нас куча стоит подопытных, тот же самый мы берем ESAN PA-CF, который там ничем не обозначается состав, то есть это идет PA-6, либо это пойдет PA-12, либо там какой-то комбинированный, допустим, идет PA-6-612 идет, допустим, там не было написано на нем ни разу, но он печатался гораздо лучше в этом плане. Вот, филаментарно, от филаментарно печатали титаном, печатали PA-шками, цены у них, конечно, приличные, но при этом все печатается хорошо, проблемит, опять же, по материалу, в зависимости от материала и получаем в результате качество. Самый, по-моему, был оптимальный, это у нас ABS-Titan, какой-то там PRO, вот, хороший материал, но не настолько прочный, как полиамид. Идем дальше, опять же, я сейчас не буду поливать говном, а просто констатирую факт, у меня сейчас много ESAN-овского пластика, идет ESAN-овский пластик именно, давайте посмотрим, это будет E-PLA, а это, кстати, PG E-R-1, именно от компании E-R-1 по акции понабирал PG пластика с добавками CF, то есть, да, CF, и от ESAN набрал пластика именно E-PLA, тоже с добавками CF, сейчас в краске печатается на нем много разных изделий, но, скажу сразу, вот этот E-PLA CF, это не прям фантастический пластик, который стал во много раз прочнее, минус его, он стал почему-то чуть-чуть пластичнее, чуть-чуть пластичнее, и он потерял структуру, вот эта вот, знаете, так, звонкости, либо, скажем так, структуру скольжения, потому что изделия, все-таки мы делаем игрушки из E-PLA CF, они не скользят, они не трутся, то есть, ну, то есть, у них трение увеличивается, то есть, в этом сразу минус, говорю, полнейший. Прочность, ну, прям не увеличилась, да, он, может быть, не лопается теперь, он просто теперь, как бы, тянется в этом плане, но у нас есть также же, опять же, пластик от компании ESAN, E-PLA MADE, который тоже такой же пластичный, и все то же самое, и цена такая же, поэтому, есть ли смысл брать E-PLA CF, не знаю, но у нас сейчас есть катушек, там, где-то около 6, там еще должно быть сзади лежать, то, собственно, будем печатать до позеленения, пока мы это все дело не добьем, вот у нас, что у нас, вот, уже от E-R1, от G-PLA CF. Компания ESAN нам также подогнала вот таких вот два вакуумных насоса, от которых толку мало, мы ими не пользуемся, собственно, поэтому, ну, под вопросом. Для тех, кто смотрит канал, готов отправить пару таких наборов, это наборы для поворотных осей, D-80, поворотные оси, то есть, собственно, мы доставляем упоры вот такие вот, конусные, давайте сейчас вам покажу, какие именно, места мало, то есть, вот такие вот упоры конусные внешние, внутренние вставляются, единственное, я до сих пор не подобрал сюда пружинки, потому что здесь требуется установка пружинок, чтобы, ну, это не поджималось именно, а подпружинивалось, то есть, все конусы. Пару наборов готов отправить с деком, то есть, либо там сами накладные создадите, либо, собственно, я создам без разницы, и получите, попользуйтесь, побалуйтесь. Единственное, сразу повторюсь, здесь потребуется доработка, это пружинка, то есть, и если, допустим, ну, вот этот вот упор не зайдет в сам подшипник, чуть-чуть его подшлифануть, то есть, это пока тестовые образцы, не более, вот этот, кстати, у нас был тест гравировка бокала пивного на диоднике, диодный луч пролетел через стекло и спалил все нахрен напрочь, то, что не происходит, кстати, на ОФ-лазере, поэтому есть некоторые косяки, которые, где их нельзя эксплуатировать, такие вещи, но, собственно, тема интересная, поэтому, кому интересно, кому, ну, кто занимается гравировкой стекла, такой вот, чисто, наборчик протестировать могу отправить, вот. Поехали дальше, наверное, наша финалочка, это по пластикам, любимый мой ЕПЛА Мэйд, опять же, обратите внимание, что здесь компания ЕСАН заморочилась, на катушке написала, что за пластик, как им пользоваться, да, да, температурные режимы тут уже есть, то есть, молодцы в этом плане, они заморочились, ЕСАН, да, молодцы, РИВАН, молодцы, но есть большинство компаний, вот, пример, да, вот, у меня есть катушка пластика, но я знаю, что ПАДЖИ уже протестировал, а, где-то РИВАН, где-то была здесь катушка желтого пластика, который никаким образом не помечен, не отмечен, вот, кто это, что это, нахрена это, опять же, по поводу РИВАН, то есть, не заморачиваются, пишут, печатают. ЕСАНовские пластики разных экспериментов, то есть, будут тесты попозже, потом, возможно, сниму видеоролик, из них, что понравилось, может быть, опять же, смотрите, АТЭКО, АТЭКО меня уже начинают напрягать, поэтому я сейчас к этому пластику отношусь, Карбекс, не знаю, что за пластик, но я еще верю в чудеса, что, может быть, он себя проявит, как, как-то лучше, ну, и здесь, хотя бы написано, что это Карбекс CF, и температура печати, и, соответственно, температура стола, почему-то все у АТЭКО на больших температурах печатается на столе, и, собственно, сопло, поэтому использовать обычный принтер, типа, вот таких малышей, у АТЭКО не получится. Ладно, это бог с ним, АТЭКО уже филаментарно. 3D принтер, опять же, вот, ну, да, есть вопросики, нет, кстати, здесь вопросиков уже отпадают, это АБС по GF, стекло наполненный, хорошо, молодцы, коробочку эту вскрыл, опять же, двойная упаковка, но это у нас доставка идет Озона, то есть, ребята заморочились, упаковали, плюсом они подкидывают всякую такую вот сюда игрушки всякие разные, то есть, какой-то PG чистый, ну, зачем-то кинули, ну, хрен его знает, опять же, наклеечка, видите, 750 грамм, то есть, просто приклеили от коробки, ладно, там, все, подарки, то же самое филаментарно, то есть, двойная упаковка, к ним вообще вопросов нету, какой-то Total CF-5, тоже протестим, про написан, кстати, филаментарно вообще вопросов не возникает, потому что компания филаментарно, ну, по крайней мере, делает дорого и богато, тоже не знаю, кто это, что это, сейчас повскрываем все, что здесь есть, да, сейчас начнем сверху, потому что сверху я хотя бы увидел хоть кто это, что за фирма, GF-30, стеклонаполненный, кто-то там, блядь, опять же, заклеили этой наклейкой, гидорская, блядь, Озоновская, скорее всего, есть чья-то тут наклейка, вот это вот, кто так делает, я не понимаю, то есть, это, насколько надо быть не в адеквате, чтобы так сделать, полиамид, стеклонаполненный, хорошо, мы здесь это хотя бы увидели, это раз, то есть, насколько идет неадекватность тех, кто клеит наклейки, дальше идем, хотя бы знаем, что новопринт, 3дшка, отлично, здесь, смотрите, вот это вот лень компании, либо это, скажем так, закупают у кого-то катушки, готовые с пластиком и под себя уже маркируют, вот, ну, не возбуждает, на самом деле, потому что информация, которая есть на пакете, она остается с пакетом, а катушка уходит без пакета, как понимаете, плюс-минус катушки, то, что мы сейчас смотрели здесь, ноунеймовские, они, ну, вот, допустим, катушка, вот я, вот она идет, катушка ноунейм, точно такая же катушка ноунейм, то есть, если вы перепаковываете на чужих катушках, то есть, под себя ставите, пожалуйста, маркируйте их, как будто бы это ваше, чтобы было понятно, что за материал, потому что данная катушка, скорее всего, такая останется ноунейм, через, там, пару недель, а теперь самый полный звездец купленного пластика, та же самая история, куплено, скорее всего, было на озоне, то есть, скорее всего, это озон, коробка упакована, хорошо, вопросов нету, а вот теперь следующий момент, открываем, лежит пластик какой-то, тут подписаны маркером даты на торце, переворачиваем катушку, здесь подписано, что ничего, кто это, что это за материал, я сейчас уже не вспомню, потому что я за последний месяц купил порядка, там, где-то около 100-150 килограмм разного пластика для тестов, для экспериментов, чтобы подобрать оптимальный материал, то есть, для работы и здесь, как вы видите, ни хрена не написано, то есть, кто поставщик, неизвестно, когда поставлялась, неизвестно, кем поставлялась, неизвестно, берем следующую коробку, здесь хотя бы, что здесь хотя бы, здесь озоновская наклейка, не более, открываем коробку, там та же самая история, да, все то же самое, то есть, пластик может быть другой быть, но принцип тот же самый, ой, блядь, так мы и живем, а вдруг вот понравится, вот была история интересная с пластиком, я говорю сразу, я печатал им даже на малышах этим пластиком, печатал даже на вот этом вот принтере с пластиком, был пластик именно хороший, что был за пластик, я так и не узнал, и что за фирма была, не узнал, потому что покупал на алиэкспрессе, а покупал там до хрена их, и он был просто вот так же был в коробке, не помеченный, ничего не было, информации никакой, абсолютно, вот, ну и филаментарно, здесь опять же, я в чудеса не верю, говорю сразу, как есть ABS Pro, то есть ABS, я уже для себя выяснил, что самая оптимальная ABS, это будет идти от компании Нить, для меня, по крайней мере, она подходит лучше всего для печати на малышах, вот это раз, но опять то же самое ABS плюс от компании Yessan говно, не заходит, и, кстати, ни у меня одного не зашел, он еще много у кого не зашел, то есть сразу исключаем этот момент, и вот здесь еще сейчас филаментарно, пока доверяю, берем ABS Pro, тестим его тоже на малышах, возможно, что он пойдет здесь хорошо печататься, хотя у меня еще пластика от Yessan, целая куча разного, кстати, тоже будем тестировать, и вот что здесь у нас от Yessan, до хрена, вот, и, соответственно, возможно, что именно этот пластик себя проявит, ну, очень хорошо, поэтому, позыв данного видеоролика, не занимайтесь экспериментами, если получаете пластик вот в таких вот коробках, там неизвестно, что там лежит на луны, поднимаете архивы, где что-то заказывали, помечайте, обязательно клеите наклеечки, свои стикерочки, то есть в этом сложности я не вижу, вот, у меня, конечно, сложно в том, что я все-таки прозевал этот момент, что я заказывал, когда заказывал, потому что у меня коробки просто скидывались в одну кучу, вот, и сейчас я 100% теперь не знаю, где, какой пластик, если там не помечено, где я его заказывал, то есть я заказывал на разных ресурсах, такие как Алиэкспресс, Зон, Валды, и сразу говорю, нет, это тошниловка для меня, и напрямую с сайтов там заказывал тот же самый Yessan, опять же, тот же самый Yessan на сайте, на нашем, у официалов стоит дороже, чем на Алиэкспрессе в какие-то определенные дни, где идет хорошая скидка, вот, поэтому вот такая темка, кстати, сразу тоже на такой маленький вопросик, хорошая или плохая сушилка, по мне она просто работает, то есть не могу сказать, что она хорошая или плохая, минусом является это короткий вот этот патрубок, который, к сожалению, не подходит для данного принтера, то есть слишком надо близко ставить, еще один из минусов, эти все патрубки, либо фидеры, они туда затягиваются вовнутрь, наматываются на катушку, блокируют подачу, соответственно, печати, про это тоже много раз я уже показывал, вот, и тут решение, ну, скажем так, несколько вариантов решения, одно из решений, это вот, скажем так, сделать ему усадочку наклеить, то посадить, второе из решений, это взять туда просто посадить хомуток, но хомуток передавливает, говорю, сразу данную трубку, трубка сделана из какого-то материала, который скользит, типа что-то, ну, полиэтилен, я не знаю, что это может быть, полипропилен, поэтому хомуты могут соскальзывать, да, касаемо, опять же, пластиков, если кто подскажет, какой все-таки пластик, но, опять же, подсказывать, мне уже, по-моему, не надо, потому что я уже, по-моему, для себя сделал вывод, это самый оптимальный вариант для нас полиамид, именно 12, именно с угленаполненностью до 15 процентов, вот, а со всеми остальными пластиками будем также тестировать, то есть тут до хрена у нас, что у нас идет, натурал какой-то, филамент, EPA, вот, опять же, EPA-C, что за EPA-C, какое содержание здесь волокна углерода, какое содержание, то есть, что здесь за EPA, то есть, непонятно, и здесь та же самая история, то есть, это 12, это 6 полиамид ХЗ, это вот компания ЕСАН, я еще взял катушку, потому что после АТЭКа, вот, именно после АТЭКа, вот этот пластик, он себя ведет гораздо лучше, ну, просто, когда ты понимаешь, с чем сравнить, тогда, соответственно, ты понимаешь, что попользовался говнецом, то есть, да, чтобы, Титан GF12, это у нас компания филаментарная, хороший, кстати, пластик, своих денег стоит, к нему вообще вопросов нету, поэтому я взял много-много катушек таких, набрал, цена тоже, кстати, хорошая, филамент ЯСИН, какой-то компания ЯСИН, опять же, на коробке у нас ничего нету, но здесь, по-моему, они молодцы в этом плане, они сделали на самой катушке, это у нас пластики, по-моему, вот все EPA-шки здесь лежат, давай, иди сюда, да, здесь хотя бы есть наклеечка, это у нас тут АБС-ка, и хотя бы есть информация, как им пользоваться, тоже огромный плюс, ну, и, соответственно, филаментарно пошел здесь у нас, по-моему, там тоже будет Титан, Титан, да, Титан GF12 тоже будет Титан идти. Вот такая история касаемо пластика, касаемо печати, отвратительного качества, соответственно, здесь не рекомендуется привести пример тот же самый Титан, я сейчас, наверное, не приведу, потому что я его уже запаковал для отправки, то есть здесь нет ни мусора, ничего, то есть получается все четенько, чистенько, без каких-то особых заморочек, чистые края, хорошо отклеивается, хорошо печатается, хорошо приклеивается, то есть с таким материалом вообще вопросов никаких нету, то есть эти вещи заказывают. На вопрос, кто меня спрашивает, типа, где мы берем клиентов, заказчиков на территории, то есть на какой площадке, ну, давай так, ребят, у каждого свое место не получения, или, конечно, свое место кормушки, и где кормимся мы, я эти вещи рассказывать не хочу. На ютубе я рассказываю максимально, это про станки-маркираторы, то есть вот у нас стоит полтинник, именно полтинник сериал Пет, компании GPT, здесь идут именно 3D-печати, то есть по металлу, некоторые вещи по камням, запуская проект, у нас есть заказчики, которые заказывают камень, это, не знаю, куда-нибудь продают их, их дело, я тут даже лезть не хочу, то есть на этом станок именно идет по 3D-печати, то есть станок, который вносливый, фигачит, опять же, я периодически переподключаю на ESCAD 3.0, иногда на ESCAD старую версию платы управления, отрабатывает неплохо в этом плане, то есть, опять же, оперативно крышку скинул, любую плату управления подкинул по необходимости и пользуешься. Да, теперь коротко, касаемо, ну, филаментов и мнения по филаментам, сразу же, что я доверился, там, многим блогерам, там, слушал, говорит, там, вау, круто, надо заказывать тот пластик, надо заказывать этот пластик, нет, так это не работает на самом деле, то есть под каждую цель и задачу нужно покупать только определенный пластик, не надо заниматься экспериментами, там, верить, что вот этот супер лучший пластик, либо супер худший пластик, то есть надо либо брать, там, там, скажем, условно, в той категории, которую вы планируете Печатать по крепости, по прочности, либо там по пластичности, либо чтобы он скользил хорошо. Материал тестировать его и только потом уже делать финальные выводы и закупаться тем или иным материалом. Допустим, сейчас мы опять же корпуса печатаем именно с титана, то есть от компании Филаментарно. Хомуты там и всякую остальную ебалу я делаю именно с ПА-12CF-15, то есть это пластик, который подходит, то есть полиамид. Он по прочности, то есть хомуты держит хорошо в этом плане. Допустим, там насадки сейчас у нас печатаются там сзади, с той стороны, они печатаются у нас с пластикой ЕПЛА, либо печатаются ЕПЛА-СФ. На самом деле ЕПЛА вот, блядь, выше крыши достаточно, опять же, я его печатал из вот этого вот синенького пластика. То есть там то, что мы делаем, эти насадки, они там прочные, прям, ну прям, своей задачей выполняют. Опять же, касаемо принтеров, была такая темка интересная, мне там тоже писали, типа вот, лучше там один дорогой. На самом деле, возможно, так оно и есть, потому что у меня все-таки есть желание приобрести себе Бамбулаб, там, С1, там, по-моему, или карбоны, как называется, то есть, ну, тот, который печатают, типа, всеми материалами. Ну, есть одна заморочка, вот сейчас, допустим, у меня стоят малыши, я периодически запускаю где-то по необходимости там насадки, где-то запускаю такие вот игрушки, которые там требуются, опять же, под клиентом, я клиентам их раздаю периодически тоже так же. Вот, и у меня стоит здесь пять принтерков, пять, что стоит еще упакованным, пока мне не нужен, то есть, мне даже пятый принтер пока не задействует. В чем плюс такой печати? Одновременно я могу печатать и насадки, и какие-то игрушки, да, это может быть чуть-чуть дольше, чем было бы на одном большом скоростном принтере, возможно, это еще не факт. Вот, но при этом я могу печатать разношерстными пластиками одновременно, сразу здесь и сейчас, и разные задачи печатать. Мне этим способом лучше, я не говорю, что это лучший способ на все случаи жизни, нет, это лучший способ в данном, вот, в данном заказе, допустим, да, который я сейчас не знаю, в данном заказе есть. Та же самая тема связана вот с этим принтером. К сожалению, все, что идут полиамиды, там, все, что идут именно угленополненные материалы, они печатаются на определенных скоростях. И брать супердорогой принтер, который будет печатать на такой же скорости, как и вот этот вот принтер, ну, смысла нет. Тут тот же самый, мы берем Bamboo Lab, он стоит, там, 130-150 тысяч рублей. Зачем мне покупать один принтер, который будет печатать все то же самое, как и печатать, и этот принтер, блин, я могу себе таких два купить. Мы, в принципе, что и сделали, мы купили на второй офис два вот таких принтера и еще два вот таких вот малыша докупили. То есть, итого у нас получается сейчас суммарно три вот таких принтера стоит, и вот этих вот малышей у нас шесть у меня, и еще два там, восемь штук. В принципе, нормально. Все, ребята, с вами был Егор, Город Костендар. У нас тема про лазерные маркеры, это тема только лишь, которая по бочке, у меня аж прям в горло попернулся. Вот, поэтому всем хорошего настроения по поводу вот этих вот конусов, под бокалы, под кружки. Кому интересно, ну, два комплекта могу отправить, единственное, от вас потом будет полный отчет, как оно у вас там работает. Я его сегодня не запускал, у меня сейчас проще это все делается на поворотных осях, но это делают для тех, кто именно занимается вот прям массово, у кого там есть возвращение, то есть я делал под одного из компаньонов своих, ему эта тема зашла хорошо, возможно, кому-то еще тоже эта тема зайдет. Все, всем хорошего настроения, всем пока-пока.